добрый день мои дорогие мы продолжаем наши уроки экологии урок номер два экология и общество ни один экологический проект не будет иметь успеха и либо пользы если он не будет иметь абсолютного одобрения общества то есть нам нужна ваша поддержка наши вы наши граждане вы наши заказчики а мы ваши исполнители мы должны жить в любви и здравии а правильный вектор направлении бизнеса указывает стрелка так что идем мои дорогие на стрелку с обществом 90-е возвращаются ура мероприятие стрелка некая аналогия экскурс 90 наверное это надо там решались вопросы которые раньше который простой жизни просто не решишь всегда глаза в глаза можно правду выяснить каждый дождь вас своим делом у нас здесь как на президенте два микрофона бронежилет дайте для имитации еще труп положил бы покажите пальцы до любого черта господа я олег у меня знаю начинаем пишу итак мы на стрелке на самом деле мы не бандиты нет конечно даже стилизоваться не стоит здесь нет бандитов здесь будут задаваться конкретные вопросы будут отвечать люди на конкретно тема у нас сбор мусора в нижнем новгороде претензии у меня коллегу жоп вот суть моя претензия что три с половиной миллиона человек не могут вам в частной компании оплатить свои деньги не распределяя при этом прибыль я хотел бы понять почему саша предъява принято давайте немножко сузим определение и цифру да не три с половиной миллиона людей а где-то 700 800 тысяч людей которые привязаны к объекту к этому объекту будут привязаны объем мусора который ежегодно образуется на этом объекте четыре с половиной миллиона кубов это где-то восемьсот пятьдесят девятьсот тысяч тонн мусора в год стабильно образуется мы помним еще недавно историю с игумовским полигоном который был у меня в аренде там последние 10-15 лет да и постоянно эти уголовные дела каждые три месяца и что к чему-то привело ни к чему полигон отняли стоит забрали и забыли про него построили много полигон с учетом всех требований газа газоотвод дренаж рекультивации современные технологии чисто там аккуратно рекультивации от никогда не будь а сразу онлайн заполнили в этот же день рекультивации траву по посеяли она растет хотели еще коз купить альпийских чтобы ходили ну думаю тоже раздражение будет точно хотя принципе это возможно вы это сделали свои деньги конечно конечно и мы спорим а у нас растет свалка ну сколько еще пять-десяти лет да и опять такая же огромная гора опять делать насколько наложен курорт надо уменьшать объемы общественность справедливо делает замечание чуть ничего не делается почему ничего не происходит мы говорим отлично мы готовы провели а да кстати правительство объявил международный конкурс международный конкурс мы вышли на международный конкурс и наверное с третьего раза мы победили всех австрийцев немцы все остальных и выиграли этот конкурс почему победили мы иностранцу потому что не только взятки нет гарантии возврата инвестиций это высоко прибыльный бизнес ты бы о и чем мы слушаем вы посмотрите где люди стоят вы для кого сейчас разговаривать мы не идиоты понимаете давайте паре давайте на счет отката взятки раз уж это стрелка да лет вы подожди даете от да отвечу сейчас нет никогда никому никогда никому это была призвать по 28 назад мы начали любить два своим первый построил в россии за вот переработать отходу никаких отказ никаких взяток мы сейчас все в кучу понять нет а это будут работают мин там кому власти никогда не было я власти никогда никого отношение бил к политике мы построили первый завод потом построил ушко с батуировей 2 завод но до ушко умы со стадиона покупали все эти стулья сломаны я хочу сказать что принципиально мы вышли из народа Минутку, мы когда построили первый полигон, нам прогаронтировали некий тариф, нам его не дали. Нас кинули 5-2 раз. Сейчас без гарантии, как строить завод 111 биллиард? Вы просто о слишком умных вещах говорите, я в школе плохо учился, я не все понимаю. Поэтому у меня вопрос простой, вот как у жителя города. Какое имеет отношение к администрационному проекту? Хороший вопрос. Я готовился. Вот выгоды могут быть две, если мы говорим о бизнесе, а тем более экологическом. Это либо деньги? Либо природа? Смотрите, у нас экологический эффект будет. Кто вкладывает, тот получает жителей. Пускай же предложение сформируют. Объем инвестиций миллиард? Миллиард. Увеличение тарифа 27 рублей в месяц. Каждый должен иметь акцию, миллиард разделенная на 800 тысяч, и одна акция будет стоить. И сколько вот эти люди должны иметь акции, получать прибыль с этого и так далее, да понятно. А никакой шансов не может инвестировать наши деньги в свои государственные проекты. Вы, в принципе, должны понимать, что любой мегаполис, он крайне зависим, понимаете, от людей, которые вот этот мусор разгребают, потому что иначе этот город, он задыхает. Понятно. Почему первичные, все-таки, первичные повышения тарифов, а не ваши личные вложения, как компании, как инвесторы вы сначала должны вкладывать? Объект, это объект, это не только завод, это весь комплекс. Первую часть комплекса мы построили за свои деньги. Никаких, мы ни у кого ничего не брали. Мы его построили полностью, запустили, убрали старую свалку. Работает современный полигон, ничего ж не горит, газ собирается. Мы свои деньги сделали. 13, 14, 15, 16 год. Подошло время завода. Выходки из этой ситуации есть? Давай, это я скажу. Работать надо, работать надо. Нет, я спрашиваю Жохова, что делать, если я не хочу инвестировать в его компании? Не платить, не платить конжировки. А как не платить? А свой социальный протест, ну а что делать-то? Шансов организовывает эти дела. Он дает государственную гарантию господину Жохову. Тот получает недорогой кредит в Бирбанке и работает. Ну, в принципе, это тоже разумное решение. На самом деле, где-то два месяца назад, когда был круглый стол в партии губератора, я сказал одну вещь. Если не хотите такой резкой нагрузки, госгарантию, проведенную в бюджете, и все. Изначально Государственная Дума принимает закон, а уже региональные парламенты принимают закон. Вот, кстати, очень мудрые замечания. Закон говорит, что необходимо все инвестиции закладывать в тариф для населения. Это федеральный закон, который, кстати, и вы принимали. Другого закона не может быть и на уровне законодательных собраний Международской области. Последние пять лет остро стоит вопрос экологии. Остро стоит. Ничего не делают, ничего не решается. Начало решаться. Причина решения. Это правила, которые появились наконец-то. Мы работаем только по правилам. Мы свои правила не устанавливаем. Я правильно понимаю, что без этого проекта чемпионат мира в Нижнем Новгороде? Под вопросом может стать Нижний Новгород. Да, зависит. От вас зависит чемпионат мира в Нижнем Новгороде? И мы тоже не можем город подставить и область подставить, чтобы нас лишили права к правильным чемпионатам. Мы очень много говорим о мусоре, о грязи. А вот никто не думал о грязи и мусоре в своей душе. Да. Давайте начнем с самих себя. Вот мы с вами говорим, что кто нам даст бабки для того, чтобы дядя добрый вывез. Или еще другой добрый дядя проконтролировал всю эту ситуацию. Все это замечательно. Ну хорошо, будет у нас 18-й год. Приедут люди из других стран. А мы, извините, как жили в дерьме, так мы и будем жить в дерьме. Потому что как привыкли бросать мусор куда убрали. Вообще чисто не там, где не занят, а чисто там, где убирают. Так может быть начать именно с себя? Давайте так, все поднимем руки. Посмотрите, завод надо или нет? Надо. Надо. Я снимаю свою претензию с Олегом Желковым, потому что я понял, что... Перевожу ее на Шанцев. Да, Валерий Павлинович Шанцев, написав этот указ, тем самым облегчил жизнь Олегу Желкову. Ну не забывайте, все-таки завод будет работать, он будет просить серьезную, весомую, экологическую помощь и поддержку. Ну тогда давайте самое, Стрелку заканчивать, будем делать то, что делаем. Работать, строить, платить и... Олег будет платить. Поехали! 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 Это будет идеальный завод. Общая концепция, это на местах образования мусора, раздельный сбор. К запуску завода все это уже будет установлено. На самом деле Андрей Клеменчисов абсолютно прав. Была бы госгарантия, никаких вопросов вообще. Написали письмо губернатору, давайте госгарантию лучше. Мы примем деньги, построим, а потом будем решать субсидирование, либо еще что-то, еще что-то. Понятно. Но тишина никакого. Спасибо, до свидания. Да. Понятно было теперь все, Олег, до свидания. Ну нет, для чего нужны были встречи. Мне сейчас объяснили одну важную вещь. Вы в любом случае будете строить завод, но только человек под названием губернатор вдруг решил, что проще построить замочную. Да, нежели госгарантию давать или аккредитоваться из бюджета. Пока. Спасибо вам. Пока-пока. Ну что, стрелка закончилась. Поехали дальше. Крови хочу. Теперь нам поехали работать. Болтать хватит, надо работать. И опять я хочу привлечь ваше внимание. Приучите себя и своих близких покупать продукцию, изготовленную из мусора. Это будет наш с вами вклад в экологию нашего любимого города.